Что дает человеку элемент обвинения своих родителей? Я хочу вам задать такой вопрос. Как вы думаете, если человек создан по образу и подобию Божьему, и Бог является элементом или является тем существом, которое создало человека для того, чтобы человек прожил в радости? И тут стоит такой вопрос. Скажите, почему тогда Бог, как отец человека, не помогает человеку быть более счастливым человеком? Почему Бог, как правило, не помогает человеку? И здесь все связано с определенным эзотерическим правилом. Я хочу вам сегодня этот вопрос задать. Скажите, как вы относитесь к своим родителям? Вы им помогаете? Как вы относитесь к своим детям? Вы этим детям помогаете? Как вы относитесь к своим сестрам или братьям, которым необходима помощь? Скажите, вы им помогаете? Вот если у вас будет вопрос «да», то можете поставить черточку. Как можно помогать человеку, если у вас нет финансов? Ему необходимо помогать физически, душевно. Этому человеку необходима, возможно, физическая помощь. Человек должен обязательно помогать своим близким. Как необходимо относиться к родителям и для чего это необходимо делать? Я хочу вам сказать, это является лакмусовой бумажкой. Если ребенок помогает своим родителям, то тогда он становится очень везучим. Почему? Так как Бог, один большой родитель, начинает понимать, что глаз за глаз, зуб за зуб происходит. То есть, если ты помогаешь своим родителям, то Бог помогает тебе. Если ты за что-то ненавидишь родителей, если ты за что-то плохо относишься к своим родителям, если нечего с этих родителей взять и так далее, то таким образом человек становится эзотерический и в жизни, нарушает эзотерические законы, в жизни становится невезучим, ему перестает вести, ему перестает попадаться нужная работа, деньги исчезают и так далее. Естественно, любое культивирование того, что в памяти есть ситуации, при котором родители были плохими, неправыми, совершали проступки по отношению к вам, эти все ситуации необходимо забыть. Если вы эзотерически стремитесь к тому, чтобы Бог начал вам помогать, иначе у вас ничего в жизни получаться не будет. Также хочу сказать, что существует эзотерическое правило. Оно звучит так. Обвинения и воспоминания об отце чего-то плохого приводят человека и его семью, кстати, к тому, что в дальнейшем семья этот человек остается навсегда без денег. Поэтому, если в вашей памяти есть проступки, которые совершал отец, проступки, которые совершали мужчины в вашей семье, связанные с вами кровными узами, знайте, необходимо это все обязательно в себе перебороть и стараться об этом не вспоминать. Иначе это будет одной из причин того, что в вашей жизни не будет денег. Естественно, если вы женщина или мужчина, и обвиняете мать, вспоминаете что-то плохое про мать, то в дальнейшем женщина теряет свою красоту. Так как чем сильнее девушка или мужчина любит свою мать, тем красивее она будет. Тем красивее она в глазах других людей будет выглядеть на улице. И чем более сильно женщины обожают и любят своего отца, не вспоминая какие-то гадости, тем больше материального благополучия в жизни у таких людей будет. Естественно, когда, допустим, человек может мне сказать, я достаточно взрослая, у меня сейчас нет в живых ни мамы, ни отца, я хочу вам сказать, зато у вас есть дети, зато у вас есть близкие, скорее всего, у вас есть родные, какие-либо родственники, которые связаны с вами по крови. Вы обязаны это знать, что в случае, если вы будете стараться им безвозмездно помогать, то в дальнейшем, скорее всего, на вас будет обращать внимание фортуна.